Здравствуйте! Хочу представиться. Зовут меня Карал Полипович. Я кандидат, студент, доцент разных наук и журналист, широко известный в узких кругах. Беру интервью я у Вербинского Валентина Викторовича, директора музея полено-онтологии, динозавроведения, мамонтологии. И сегодня он ответит, надеюсь, ответит на вопросы, которые задавали его подписчики в группе. Лидия Соловьева пишет, расскажи, как нашел первую окаменелость, в какой момент появился интерес к данной деятельности. В 9 лет, гуляя по лесу, нашел вот такую штуку. Маме по кухне помогал, видел внутри мясорубки деталь. Деталь эта называется шнек. Недавно для себя узнал, что с немецкого шнека это убитка. Ну а шнек используется для транспортировки жидких, сыпучих веществ. Принес домой, что-то такое он принес. Мама говорит, ну ракушка, море здесь было. Ну и все, положил на полку, поезжал дальше играться. Интерес он как бы, да, он с детства, потому что ты по-любому, гуляя по лесу, что-то находил. И, ну скажем, профессионально к этому пришел уже в более в осознанном возрасте. Эта история длинная, в принципе, но с 14-го года начал заниматься геологией, изучением геологии. В 19-м году это домашняя выставка, в 20-м это уже гараж. И вот недавно было ровно 3 года, как мы находимся в Реваде. Второй вопрос задает Наталья Лебедева. А правда, что на месте Крымских гор было море раньше? Ну, большая часть Европы находилась под водой. Территориально мы находились в районе Египта. Ну, а с движением африканского континента возникли Крымские горы. То есть, да, было когда-то море. Просто многие думают, что если ледники заставят, то и Крым уйдет под воду. Но нет. Просто вот такая вот геология. И почему раньше моллюски были больших размеров, а сейчас нет? Ну, раньше давление на планете Земля было другое, и гигантизм был. Ну, скажем, если сравнить юрский период и меловой, то меловой период, моллюски достаточно крупные, в отличие от юрского периода. В юрском периоде вулканическая деятельность была более развита. Какие-то катаклизмы происходили, падение небесных тел, в принципе. И в милу уже более, скажем, спокойно все было, больше пищи, поэтому животные и моллюски были гораздо большего размера. Почему? И зачем вы занимаетесь этим делом? Сначала собирал для себя, потом возникла идея создать выставку. Сегодня вот мы имеем то, что мы имеем. Мечтал об этом, и хотелось бы, чтобы это осталось городом, потому что все мы не вечно, и при жизни надо задумываться о том, кому это передать. Потому что не всегда дети разделяют увлечение родителей. Поэтому, не знаю, занимаясь уже как бы по накатанной, нравится мне это. Ну, это да, состояние души, наверное. Ну, как-то так. Не знаю, я ответил на вопрос. Следующий вопрос. Зрение не к черту. Татьяна Бритько. А где в Крыму можно легко найти окаменелость? Можно ли у нас найти окаменелых рыбков? Ну, окаменелость в Крыму найти на самом деле не проблема. В парке, на пляже, где угодно. Из этого состоят наши крымские горы. Из этого строят дома, делают подборные стены. Для того, чтобы понимать, что ты можешь найти, ну, надо изучать биологию. Просто, если вы изучите биологию, я уверен, просто будете ходить как по пляжу собирать. Но важно не количество, а качество. Потому что раньше я тоже домой тащил все, что находил. И мама говорила, ты скоро домой все горы перетащишь. Ну, потом я начал понимать, что самое важное качество найти. Для того, чтобы понять, что там внутри, для этого нужен инструмент. И лишь вскрытие покажет, что внутри камня находится. Может быть, целая ракушка, а может быть, там не хватает какого-то осколка. Найти рыб? Да, можно. В Керчи находят окаменелых рыб. Там есть слои миоцент, листоцент. В Керчь тогда-то была 7-9 миллионов лет назад под водой. Там находят кости, келени, эфина, китов. И также находят рыбы. Ну, в юрском периоде, в меловом у нас рыб, насколько я знаю, пока не было найдено. Как определить, какой слой почвы содержит окаменелости, допустим, в карьере или на высоких берегах, можно ли найти рыбу? Для того, чтобы заниматься профессиональной палеонтологией, надо, а, изучать геологию, пройти немало километров, проанализировать это самомуся. Знание о биологии позволит вам понять, что вы можете найти, какой осколок или по фрагменту понять, что находится внутри камня. Ну, и умение, имение его инструментов, как бы, владетел, да, то позволит вам делать уже какие-то, действительно, реставрационные препарации, работы. Поэтому окаменелости можно найти везде. Самое важное, я же говорю, в геологии. Есть геологические карты в открытом доступе в интернете. Очень много источников, как бы, в Google Map можно просто полетать над планетой, посмотреть, а вот тут этот слой выходит, а я здесь был, и сравнить их вместе, значит, ты понимаешь уже геологические какие-то разрезы. И, в принципе, если ты нашел эту порогу здесь и тут, значит, и здесь может быть то, что ты нашел там наверху, к примеру. Исследуя, да, действительно, находишь, обрабатываешь и понимаешь, что один и тот же самый слой, а иногда бывает такое, что и фауна отличается, потому что где-то было глубоководие, где-то мелководие. Ну, в принципе, глубоководие, даже 50 метров глубина, это не глубоководие для кораллового рифа. От 70 метров это уже считается глубоководие. А до 70 метров это такое, вот так, коралловые рифы. Судя по кораллам, которые вот мы находим в Академии Лави, здесь у нас в горах на Белтой, были места, скажем, мелкни, где-то даже во время отливов, наверное, обнажались кораллы. На наличие угля листвы говорит о том, что, наверное, мангровые леса, скорее всего, были. Ну, какие-то островки, на которых вот росли какие-то деревца. Соответственно, изучая современную биологию, ты знаешь, что моллюски водятся или там грунтят, ты понимаешь, что здесь может быть киндер-сюрприз. Бьешь, скажем, кувалды, раскалываешь камень, видишь внутри ракушку. Но она вся залеплена, ее надо чистить. Ну, как-то так вот, видите, как. Она кучерявая. Задает такой вопрос. Бывает такое, что находите окаменелость, а она в большом куске породы. Ее никак не достать. Нет ничего невозможного. Достать можно. Для этого просто нужен инструмент. Это же не так просто, что ты идешь на прогулку. Ты, соответственно, идешь в горы как-то на работу, по сути, да. Берешь с собой молоток, лавы, забило. И с камнем работать тоже нужно уметь, в принципе. Возди научился забивать, а камни – это совершенно другая наука. Я просто посмотрел, как работают каменечки. И он так тюк-тюк-тюк раз, и у него нужной формы камень. Благодаря зубилу можно вытащить эту ракушку. Просто это может занять какое-то время. Вот, допустим, мы с Кириллом Котовым выбивали аммонита 4 часа в 4 руки. Я один бы, наверное, не справился. Потому что, ну, помаши кувалдой. Причем это надо ювелирно делать, чтобы не повредить саму раку. И не сколоть лишнее. Поэтому, в принципе, достать все можно. Ольга Прокофьева. Думаете ли расширяться? Или пока хватает места для находок? По поводу расширения. Ну, можно было, конечно, расшириться. Но даже вот это все содержать, увы, трудно и тяжело. Мало людей еще ходит недостаточно для того, чтобы просто аренду проплатить. Поэтому люди помогают, кто чем может, как бы. И да, места становится меньше и уже тесновато, скажем таки. Но работаем с тем, что есть. Ну, просто даже для того, чтобы переехать, перевести коллекцию, это как минимум 1200 надо. То помещение, которое мы, если возьмем в аренду, кто-то там образно даст, вот уже нужно как-то оформить, привести в порядок. Ну, то есть тут уже там раз полмиллиона у тебя выходит. Откуда у меня полмиллиона для того, чтобы сейчас расшириться? Для этого еще надо рекламу. Это большая работа на самом деле. Поэтому имеем то, что мы имеем. И приходите в гости, мы вас ждем. И это будет действительно реальная поддержка. Вы придете, хоть увидите. Лучше один раз увидеть, чем сотни раз услышать, как говорится. Юлия Алексеевна, есть ли в планах выездные выставки? По поводу выездных выставок, много мне идеи подсказывали разные люди. Но для меня это выглядит, как будто, ну, сейчас я еще цыган найму, карлика, ну, мамы колесей там, да-да-да-да. Возить экспонаты, тоже вывозить. Ну, транспорт нужен. Тоже вложение средств. То есть это время, например, чтобы закрыть здесь выставку, уехать в Севастополь. Нет, никто не знает, мне это самое, что на улице встать. То же самое, что и здесь, не, как говорится, вставая с местом. Нет, выездные выставки, это тоже вложение. И тем более, когда ты возишь экспонаты хрупкие, они убиваются. Мы делали занятия с детьми, я брал экспонаты. Представьте, запаковать, упаковать это, дорога несешь, где-то стукнуло, еще что-то. Нет, это должно быть стационарно. Леся, Леся задает вопрос. Какая каменелость твоя самая любимая? И какую мечтал бы найти? Что бы я мечтал найти? Все, о чем я мечтал, я уже нашел, в принципе. И что любимая? Ну, часто звучат вопросы, типа, а что это такое самое дорогое, самое любимое? Да, оно все дорогое и любимое. Тут нельзя, знаешь, если ты, скажем, меломан, Нет, я люблю только как Абзона, но другие музыканты все, они все по-своему уникальны. Ну, есть редкие раковины, за спиной у меня находятся. Ну, там их несколько штук, может быть, и гнили. Конечно, я их в рюкзак бы запихнул. Там того же меньку, того. А вообще так, если вдруг что произойдет, мало ли. Я бы тут на Косогоре, может быть, это все и перекопал. Потому что оно все уникально. Тут нельзя выделить. Как вот люди, в общем, да. Каждый по-своему индивидуален и уникален. Поэтому рекомендую, конечно, это время, я над ней работаю. Я о каждом помню, даже зная, откуда мы принесем. Многое, конечно, не подписано на витринах. Я это упустил тоже много лет назад. И сегодня понимаю, что даже жизни не хватит, чтобы это все описать. А тем более, если, допустим, систематизировать каталог какой-то сделать, это просто нереально. Но я просто их помню всех, потому что они прошли через мои руки. Визуально я это все знаю. Поэтому, если что-то даже пропадет, я это все однозначно замечу. Не знаю, как я ответил на вопрос. Ответил. Блин, в этих очках ничего не вижу. Ну, серьезно.